Загляни в лавку rpgdon.com, покупай сувенир из любимой игры и обновись! Ссылка под видео! В общем, о том, как изменили дроп из резных сундучков со всякой всячиной, что теперь там падает, и как добыть, собственно, те самые руны, которые раньше мы покупали просто за Хонор. Сейчас же все немножко усложнили. Начну я, пожалуй, с сундучков. У меня с прошлых-прошлых моих накоплений осталось чуть больше 30 сундучков, которые падают на маленьких уровнях. Мозаичный сундучок со всякой всячиной. И почти 200 штук резного сундука со всякой всячиной. Эти сундуки падают сейчас для всех остальных уровней, то есть 50+. Раньше из этих сундучков мы вытаскивали жиоды, акюмные деревья. Теперь больше их нет. Они теперь продаются просто у НПСа. Мерцающий осколок, пыль дельфийского сада в дропе остались, но вместо жиот и акюмных деревьев теперь здесь лунные звезды, ограненные лунные камни, сияющие лунные звезды, но и в маленьких, нубских, скажем так, сундучках для маленьких уровней обработаны лунный камень. То есть камушек зеленого грейда, первого уровня, который мы раньше крафтили. Потом мы этот зеленый грейд могли перекрафтить в синий и вставить в шмот. Сейчас же мы зависим от рандома. По итогу вот я открыла сундучки и что мы получаем? Во-первых, большой флакон с мандрагоровым эликсиром. Или же малый флакон с мандрагоровым эликсиром. Это зелье для увеличения опыта. Передать этот предмет нельзя. Открывая сундучки персонажам, которые уже имеют уровень FN7, как бы эти банки для меня лично, я вообще не представляю, куда бы я их могла применить, учитывая, что их даже торговцу не продать. То есть это просто минус две ячейки в моем складе. Но прибережем, а вдруг когда-нибудь они переработают и, к примеру, хотя бы внутри аккаунта можно будет передать на какого-нибудь твеночка. Дальше. Мерцающий осколок стандартно падает и пыль дельфийского сада. Мерцающий осколок и пыль ресурс сейчас не очень востребованный, поэтому копейки стоят. Так что можно считать, что на этих сундучках заработать больше не получится. Раньше мы хотя бы деревья и жеоды скидывали в магазин. Так вот, по итогу открытия всех этих сундуков у меня получилось 233 пыли дельфийского сада, 132 мерцающих осколка, 16 обработанных лунных камней, 36 лунных звезд, 48 ограненных лунных камней и 3 сияющие лунные звезды. То есть это те самые фиолетовые лунные звезды, которые раньше мы просто покупали в магазине. Как видим, шанс не такой уже и большой. Я повторюсь, открыла более 200 сундучков. Давай теперь мы разберемся, как еще можно получить эти сияющие лунные звезды, что делать с тем, что нам не нужно, как избавиться от лунных рун, которые можно сдать только в магазин. И в общем, что нам с этим всем теперь делать. Ну, естественно, баночки на опыт складируем, либо удаляем как хотим. Пыль дельфийского сада и мерцающие осколки, опять-таки, либо скидываем на аукцион, либо храним в складе, а вдруг пригодится все-таки. Я считаю, что в любой игре все, что ты получаешь бесплатно и все, что стоит недорого, лучше отложить, потому что в любой момент в игре может произойти какой-то взрыв, переворот и дешевые ресурсы, которых раньше было. Навалом просто пойдут в дефицит. Так вот, открыв все лунные руны, зеленые и синие, мы понимаем, что все это нам не нужно. Мы покупаем камень лунного лунья. Я думаю, все с этим камнем знакомы. Этим камушком мы разбиваем шмот на акюм, много чего, в общем, ломаем этим камнем. И теперь мы можем разломать эти лунные камни на лунную пыль. Раньше лунную пыль я использовала только для создания лунных эссенций, из которых делались лунные бриллианты. Это камушки для вставки в плащ. Также сейчас из этой эссенции делается эфенская руна, тоже разнообразная. Крафт у нас здесь простой, ничего такого примечательного нет. И раньше, просто нажав ПКМ на лунную пыль, мы получали из пяти лунных пыли один лунный слиток. Сейчас же, распаковывая лунную пыль, мы получаем либо сияющую лунную звезду, либо просто лунную звезду, либо ограненный лунный камень. То есть, понимаешь, насколько все изменилось? Можно переработать пыль в слитки. Также, открывая слитки, мы получаем одну из этих трех лунных рун. Слитки, переработав в призмы, из призмы также можно получить одну из лун случайным образом. И вот ходит такая теория, что из призм самый большой шанс получения сияющей лунной звезды. Я решила проверить заодно, раз уж делаю гайд по добыче этих лунных звезд, решила сделать свои замеры. У меня есть три тысячи лунного порошка. Я его для начала открою в лунные руны. Потом эти же три тысячи я переработаю в 600 слитков. Открою также 100 открытий лунных рун. И потом эти 600 слитков я переработаю в 200 призм. Это опять-таки те же 100 открываний. То есть, 100 открываний, порошок, слиток и призмы. И сравним дроп. Переработать можно с помощью алхимического стола любого. И при распылении лунной руны мы получаем от 10 до 15 штук лунного порошка. Показывать процесс открываний я не буду. Вот смотри, у меня записана статистика. За три тысячи порошка у меня получилось 7 сияющих звезд, 53 ограненного камня и 40 лунной звезды. Открывая слитки я получила 16 сияющих звезд. И по 42 штучки ограненного камня и лунной звезды. И открыв призмы я получила 7 сияющих звезд. 43 ограненного камня и 50 звезд обычных. Я видела информацию, что из призм именно самый высокий шанс получить розовую эту звезду. Сияющую. Но моя статистика мне сказала обратное. Я допускаю, что 100 открываний это маленькая выборка. И на ней основывать свои какие-то выводы, строить теории, вести расчеты неразумно. Однако ты можешь провести свой эксперимент, высчитать свою статистику. Из каких лунных порошков, слитков или призм у тебя получается максимальный дроп этих сияющих звезд. Но вот получить саму сияющую лунную звезду этого недостаточно. Нужно, чтобы из этого рандомного кусочка тебе попала нужная руна. По итогу у меня получилось 33 сияющих лунных звезды. Если же ты еще не знаком вообще с этими лунными рунами, ты не знаком с сияющими звездами и не понимаешь вообще для чего они тебе нужны, маленький экскурс. Эти руны вставляются в шмот. То есть вещи можно поставить в гравировке, можно улучшить их кубом, а можно еще дополнительно вставить лунную руну. Вот список характеристик, которые дает соответственно сияющая звезда, это розовенькая, и синеограненный лунный камень. Зеленые камни и синие звезды я не стала в список добавлять, стремимся сразу к топам. На стартовом уровне я рекомендую, открывая сундучки, просто перемалывать эти лунные руны и потом из них пытаться открыть уже сразу же топовые. Но все зависит от того, сколько у тебя свободных очков работы. Ведь на распаковку сундучков мы тратим очки работы, потом на раскрытие самих лунных рун, на распознавание, так скажем, потом на разбивку этих лунных рун мы тратим очки работы, на перекрафт лунной пыли в призмы или слитки, а также потом на распаковку этих же пыли, призмы или слитков. То есть очки работы улетают очень быстро. Но есть плюс, ты качаешь алхимию и каменное дело. Надеюсь, я смогла дать тебе ответ на вопрос, с которым ты пришел ко мне. Если же нет, задавай их в комментариях, постараюсь хотя бы там помочь. Сама я это видео сделала только потому, что в сети подобных видео я не нашла. Мало кто делает акцент на лунных рунах, поэтому, собственно, я и решила сделать видео. Ну и в целом, пиши свои мысли, возможно, есть какие-то темы для будущих видео, также жду идеи и, собственно, рассчитываю на твой лайк. Также делись этим видео с друзьями и обязательно подпишись на канал. Мы частенько проводим стримы, пусть они по Black Desert, но если ты зайдешь и спросишь меня про Арчи, я с удовольствием с тобой поболтаю. До встречи на просторах игры. Пока-пока.